Это первый вертолёт, который принимает новая взлётно-посадочная полоса. На борту важные гости, в том числе генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. Он прибыл во Владивосток, чтобы лично перерезать красную ленточку на модернизированной аэродромной базе. В рамках проекта произведена реконструкция, техническое перевооружение и строительство аэродромной базы площадью 160 тысяч квадратных метров. Построен перрон для стоянки воздушных судов, рулёжные дорожки, наладочно-испытательная площадка. На реконструкцию ушло почти два года, было потрачено около 950 миллионов рублей. И теперь пропускная способность базы значительно увеличилась. Это новая взлётно-посадочная полоса. Она длиннее предыдущей на 100 метров и имеет специальное искусственное покрытие, за счёт чего может принимать суда не только военные, но и гражданской авиации. После прохождения дополнительной сертификации база сможет принимать и пассажирские вертолёты. Один из главных вопросов в том числе, что с помощью этой полосы можно обеспечить приём региональных самолётов. И мы считаем, что это хорошая возможность для Приморского края обеспечить мобильность заселения, используя как самолётную технику. На следующей неделе предполагается визит на предприятие, исполняющий обязанности губернатора Приморского края. Мы с коллегами сегодня обсуждали, нам кажется, что была хорошая возможность использовать данный аэродром для региональных перевозок. Гражданское назначение базы планировалось изначально. Дело в том, что содержание полосы достаточно дорогое удовольствие, а пассажирские перевозки принесут дополнительный доход. Осталось только построить аэродромную инфраструктуру. Здесь должен появиться аэропорт. Территория и земли, прилегающие к аэродрому нашему, они в муниципалитете есть. В рамках, наверное, государства частного партнёрства или чисто частный проект это может быть для того, чтобы создать аэропорт и организовать на нём все необходимые службы. Представители администрации края пока никаких конкретных планов не озвучивают. О сроках и сметах речи вообще не идёт. Безусловно, открытие такой полосы позволит нам рассматривать Арсеневский городский округ как одной из точек отправных для реализации этих мероприятий. Край в этом очень заинтересован. Я думаю, что не менее в этом заинтересованы все жители нашего города. Поэтому я думаю, что это не заставит себя ждать. Отметим, что завод модернизировал аэродромную базу в первую очередь для расширения собственных производственных мощностей. Инфраструктура позволит оборонному предприятию обеспечить строгое выполнение всех сроков по действующим государственному и экспортному контрактам. Это, конечно, большой шаг в будущее нашего предприятия. В первую очередь это расширение возможности выпуска авиационной техники. В будущем, в перспективе, мы можем выпускать спокойно самолёты, которые необходимы, нужна взлётно-посадочная полоса. Потом взлётно-посадочная полоса у нас оснащена всем светоосветительным оборудованием и позволяет нам расширить возможности использования этой полосы в тёмное время суток. Напомним, арсеньевская авиакомпания «Прогресс» производит ударно-разведывательные боевые вертолёты «Аллигатор Ка-52». На сегодняшний день Ка-52 является одним из самых лучших и востребованных боевых вертолётов, у которого есть серьёзный модернизационный потенциал. Арсеньевские винтокрылые машины востребованы как на внутреннем, так и на внешнем рынках.